Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. И настало время ответить на вопрос. Если православие воспевает любовь и терпение к ближнему, не является ли дискриминацией их отношение к парам нетрадиционной ориентации? А, ну, можно сказать, не является, и на этом бы закончить, но всегда лучше пояснить. Пояснить, тем более, чтобы это не было вымысел человеческого ума, а был Слово Божие, опоранный в ангельский текст. Смотрим. Притча о блудном сыне. Знаменитая притча, даже балет есть замечательный, музыка Прокофьева. Редко жалко ставят, сложная музыка. Ну вот, давайте уже, собственно, к евангельскому тексту подойдем, заглянем и увидим. 15 глава Евангелия от Луки, 13 стих. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Но предысторию все помнят. Младший сын пришел и говорит, отче, надоело мне с тобой, дай мне свое имение, вот мою долю, мою только долю, и чтобы я к тебе не подчинялся. Отец относится по любви к сыну, по любви, да, вот твое имение, иди, пользуйся. Человек берет, уходит от отца, уходит от его заповедей, уходит от его порядков, уходит от его установок, выбирается из-под этого гнёда, и где он заканчивает, все прокутил, все в разврате своем проиграл, и кормит свиней, а самому даже пищи свиней еще не заработал. Да, и только вот в таком глубине падения, наконец, вспоминает, что можно к отцу вернуться. Вот точно так же мы, раз мы христиане, мы православная церковь, мы должны поступать как Бог. Конечно, должен каждый христианин любить абсолютно всех. Любить христианской искренней любовью, в том числе и людей нетрадиционной ориентации, там в парах, а не в тройках, там с престижными, вот и так далее. Неважно, в принципе, всех должен любить. И действительно, защищать должен христианин их право на жизнь, на здоровье, на благополучие, на финансовые блага, ровно точно так же, как и права всех остальных людей. Потому что раз Бог, Отец Небесный, дал им тело, дал здоровье, дал им очень часто неплохую физическую форму, иногда даже людям дал хорошие творческие способности. Действительно, Бог, Отец Небесный людям, у которых, да, вот решили они себе выбрать или на подсознательном уровне, или в результате детской травмы, или, правда, есть болезненная склонность, такое искушение Господь попустил, но, правда, компенсируется, компенсируется, там, зачастую, творческими какими-то там способностями и так далее. Все это Господь и делил. И Господь говорит, на, бери, распоряжайся. И человек может пойти, и это в тяжелом грехе, да, вот в такой, в садомии, это все прокутить, спустить. И раз Бог дает, то и христианин точно так же никого не дискриминирует. А действительно, ну, живет и живет человек. Да, когда христианин берет и говорит, нет, там надо всех на костре жечь, то это может, конечно, эмоции, но даже на эмоциях так говорить не должен. Христианин должен относиться по любви. А по любви мы смотрим, как к Господь относится. Когда пришел блудный сын обратно и говорит, отче, я не достоин быть твоим сыном на тех правах, я должен быть как раб. То есть я свою волю должен полностью отсечь. И вот когда человек тоже, перейдя через страшные грехи, покалечив свою душу, вот эту иллюзию счастья в грехе развеев, возвращается в церковь, и возвращается, он как говорит, да, что мне сделать не просто, чтобы жить по-христиански, а чтобы жить по-христиански и искупить ту гадость, которую я делал. У меня все духовное потрачено. То человек это сможет сделать, только если он признает, да, Господи, уже даже не сына, как раб тебе. Да, другое дело, что Бог относится как сын. Поэтому, да, приходят люди. И тоже не нужно думать, церковь открыта для всех. Сколько людей приходит. Да, у них есть склонности. У них были и тяжелые грехи. И они это преодолевают. Это абсолютно возможно. И Господь их с любовью встречает. И священник их тоже встречает с любовью. А даже если священник как-то там грубо встречает, да он просто, посмотрите, он тех же самых бабушек, которые каждый день в храме, он точно так же грубо встречает. Тут разницы никакой нет. Это уже зависит не от Бога. Это уже зависит от ошибок конкретного священнослужителя. Поэтому Бог любит и ждет. И Бог готов отдать свой перстень, пир устроить, тельца упитанно делать. Но для этого надо со стороны долечия вернуться. Не то, что отец берет и думает, ну дай-ка я еще сыну этому на стороне долечия, на его наркотики, на проституток, еще принесу каких-то благ. Поэтому это очень так же люди, порой, которые в тяжелом грехе, они хотят, чтобы не возвыситься до высоты церковной, эту любовь получить. Я говорю, нет, вы придите, придите, вот эти святыни в грязь киньте тоже тут, потопчитесь вот в этой зловонной жиже. Вот тогда мы поймем, что это любовь. Нет, любовь это не когда ты идешь вместе с алкоголиком напиваться и под забором в мороз валяться. Да, любовь это не когда ты идешь вместе с наркоманом закладки искать. А любовь это когда он пришел весь, уже весь в репейниках, да, там с распухшим лицом, там со вздутыми венами приходит, а ты его все равно принимаешь. Ты его принимаешь и говоришь, да, оставляй это, бросай эту гадость, она тебя убивает, а Господь тебя ждет, Господь тебя любит, и я тебя тоже постараюсь любить.